Международный фестиваль сыра Сырный фестиваль проходит на городских улицах, где устанавливаются сотни шатров, в которых производители и представляют свои сыры. Собственно говоря, тому можно их продегустировать. Так как фестиваль международный, то на нем можно испробовать сыры не только итальянские, но и сыры Греции, Боснии, Болгарии, Румынии. Ну, почти как на наших турнирах, где представлены все города – карельские. КОКА-КОЛА Сделайте удивленные глаза. Скорее всего, закатите их от удовольствия. Ведь Кока-Кола – любимый с детства напиток, изобретенный совершенно случайным образом. И как хорошо, что совершенно не случайно Кока-Кола приобщилась к спорту. Спорту – также любимому с детства. Буквально на прошедшей неделе, 10 сентября, на стадионах Петрозаводска «Юность» и «Спартак» прошел детский турнир среди непрофессиональных команд «Праздник футбола с Кока-Кола в Карелии». Второй раз в городе Петрозаводске проходит замечательное событие – футбольный турнир при поддержке компании Кока-Кола. Город Петрозаводск на самом деле действительно ценит участие социально ориентированного бизнеса в спортивной жизни города Петрозаводска. И то, что такой турнир проходит не только для мальчишек нашего города, но и всей республики – это здорово. Посмотрите, сколько участников, посмотрите, сколько команд, какое замечательное настроение – это здорово. Мальчишки играют в сутбол. И действительно, турнир собрал ребят со всей нашей республики. Прионежье, Пряжа, Алония, Сегежа, Медгора, Кондобога и Санкт-Петрозаводск. Количество участников по сравнению с прошлым годом возросло в 4 раза. У нас сегодня 32 команды, как избирали чемпионат турнира, представляете? Так что тут тоже есть определенный в этом символ. Ну и, конечно же, настоящим символом данных соревнований была Кока-Кола. Еще с 2002 года компания Кока-Кола осуществляет поддержку дворового футбола для детей и молодежи. Турниры для непрофессиональных команд в северо-западном регионе России стали традиционными спортивными праздниками. А в минувшем году во всей России в подобных турнирах приняли участие более 7 тысяч человек. Я рада приветствовать на карельской земле компанию Кока-Кола и то, что мы проводим здесь этот замечательный турнир. Уже второй год мы видим счастливые лица ребят, которые с задором, честной борьбой пытаются получить свой кубок, заполучить свой главный приз. Во время чемпионата отдыхающие игроки, а также болельщики и просто зеваки с удовольствием принимали участие в многочисленных мастер-классах и конкурсах. Море призов, подарков, задора и, конечно же, Кока-Колы. Мне понравились эти соревнования. Я хочу, чтобы это было чаще. В этих соревнованиях мне понравились всякие конкурсы, подарки, призы и все остальное. И в этих соревнованиях главное участие. Мне очень понравился этот футбол. Тут участвовал мой брат. Здесь только мой брат оказался на третьем месте. Мне очень понравились эти соревнования. Мы участвовали. Правда, мы в первой игре проиграли, но это как бы нам урок, потому что мы разделились на четыре команды. И это нам урок поступил. Я желаю нашим командам нормальных успехов и всего самого наилучшего. Чтобы Кока-Кола продолжалась. Турнир Кока-Колы продолжался все время. Мне очень понравился этот турнир тем, что тут можно за разные соревнования получать подарки. И каждому участнику бесплатно Кока-Колу. Ну а победитель, как известно, получает все. Памятные подарки, медали и кубки. Ну и, конечно же, звездное фото на память. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вы на все однили с сегодняшним днем. И вы будете продолжать совершать все мастерство. И до встречи в следующем году. Стоит отметить, что самой Италии принадлежит более 500 сортов сыра. Причем каждая область Италии отвечает за свой сорт. Например, моцарелла – это чисто неаполитанский продукт. А горгонзола – это исторический продукт Паданской равнины. Интересно, а чем нас сегодня порадует Сигма? Все мы родом из детства. И порой детские воспоминания и незабываемые ощущения приводят нас к игре во взрослой жизни. Кто-то по-серьезному превращает свои детские мечты в реальность. А кто-то периодически подключается к играм, которые с завидным постоянством предлагают нам с экранов телевизоров, в газетах и журналах, в кафешках и супермаркетах. Купи и получи подарок. Собери и выиграй. Экономь и наслаждайся. Мы с удовольствием принимаем правила игры и тем самым немножко окунаемся в наше босоногое детство. Викторины, розыгрыши, акции действительно стимулируют продажи. Но согласитесь, и в нашу жизнь они вносят милое разнообразие и легкий азарт. Кстати, именно сейчас в Сигме и в Лотос-центре на правде с нами опять играют по правде. Новая акция с участием всех покупателей продлится до 15 ноября. Правила просты. Любые 300 рублей, потраченные здесь вами, могут приблизить вас к счастливому приобретению. Именно за каждую полную 300 рублей на кассе вы получаете одну фишку. А дальше снова игра. Вклейте фишку в буклетик. Собрав определенное количество фишек, вы получаете возможность приобрести определенный товар на фирменных аукционных стойках в торговых залах Сигме и Лотос-центра с определенной скидкой. Все эти товары наверняка пригодятся вам в наступающий осенний период. Обогреватель, тепловентилятор, заварной чайник, здесь также вертикальный отпариватель и мультимедийная игровая приставка. Каждому, как говорится, по необходимости и увлеченности. Стоимость товара и количество фишек для его покупки указаны на специальных ценниках. Вот так вот, закупая продукты на ужин, вы сможете окунуться в атмосферу детского азарта, приобрести необходимый товар и сэкономить. Отличных вам покупок, эмоций и игрового настроя. На дегустации можно попробовать не только различные сорта сыра, но и блюда, в изготовлении которых используется сыр. Например, кукурузная каша уж очень хороша вместе с плавленным сыром. Также здесь можно попробовать итальянские лепешки фокаччо и просто вкуснейшие маслины. Интересно, а с чем сочетаются лучше всего поцелуи? Письменные упоминания еще 2000 лет до нашей эры показывают, что люди прикасались друг к другу лицами, чтобы показать духовную связь. Народы из долины Тилерталь в Центральной Европе передавали изо рта в рот пережеванный табак, что являлось признаком любви. А во многих индейских культурах считалось, что выдыхаемый воздух является частью души, которой можно поделиться с другими, целуя его или ее. Поцелуй стимулирует выработку окситоцина, гормона отвечающего за успокоение души и тела и создание особой связи между двумя людьми, что делает его не только символом, но и посредником любви. Ритуалы, связанные с поцелуями, преобладают в Европе и могут быть достаточно сложными. Парижане целуются четыре раза в обе щеки, начиная всегда с левой, на Лазурном берегу пять или шесть раз, а в других областях Франции достаточно двух поцелуев. Два поцелуя при приветствии также являются правилом в Испании, Австрии и Скандинавии, но в Испании целовать нужно всегда с правой щеки. В Британии целуются три раза. Также три раза целуются и в Нидерландах, начиная и заканчивая на той же щеке, и на несколько раз больше целуются, если перед вами пожилой человек или близкий член семьи. Возраст также играет роль в Бельгии, где целуются один раз с людьми одного возраста и три раза с людьми, которые старше на 10 лет и больше. А в Амане мужчины при приветствии целуют друг друга в нос. Конечно же, рукопожатие и поцелуй являются не единственными способами поприветствовать друг друга. Во многих азиатских странах существуют разные варианты поклона в качестве приветствия. В арабских и мусульманских странах при приветствии люди складывают руки, как при молитве, и кланяются, чтобы показать свое признание друг другу. Во многих странах, да и в России тоже, принято обнимать близких друзей и членов семьи. До встречи через неделю! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова